Приветствую вас. Давайте скажем сначала так. Сейчас слово депрессия знают все. Ну вот всерьез. Вот кого не спросить, все знают, что такое депрессия. Аббаты, плохое настроение, да? И действительность немало кто знает или хотя бы задумывается о том, что депрессия, вообще-то говоря, это серьезная психическая заболевание. Депрессия это болезнь. И она не переходит самостоятельно. Она не исчезает спустя, например, месяц, как вы, допустим, говорите, да? И это значит, что у вас не депрессия. Это значит, что у вас депрессивное состояние. Депрессивное состояние именно тем, что отличается от депрессии, что оно периодично. Вы пишете, что у вас это происходит весной последних три года. То есть раз в год в определенное время вы падаете в депрессивном состоянии. Почему? Потому что у вас возникают ассоциации. Ассоциации с чем-то, что вызывают у вас негативные эмоции, может быть воспоминания, может быть стремление вот к тому, что вы потеряли. Это означает, что вы не отпустили те события, не приняли их, не извлекли опыт и как бы не начали жить. Дальше. Соответственно, обещая на вопрос, что делать, я скажу так. Заново эти события пережить, что у вас наблюдается комплексное поведение, то есть поведение, присущие комплексу. Когда человек в своей жизни сталкивается с определенными ситуациями, которые допускают эмоциональное состояние, свойственное для первичного переживания. Комплекс в данном случае нужно разбивать, значит, как я уже сказал, заново его перелив в ту первичную ситуацию и разрушив кажущуюся причинно-следственную связь между элементами этой ситуации. Например, в данном случае, такими элементами является весна, такими элементами является еще что-то, связанное с вашей жизнью. Разбив эту ситуацию, перестав связывать ее, вы сделаете первый шаг к тому, чтобы избавиться от этого состояния. Вторым шагом станет переосмысление событий, извлечение опыта, как бы отпуск этой ситуации и, как следствие, начало свободного существования в будущем, и взгляд на то, что вас ждет. То есть, основной целью является то, основной целью является то, чтобы вы жили настоящим и смотрели в будущее, а не обращали свое внимание в прошлое, которое уже не вернут. Которое формально, субъективно, для человека не существует больше. И, соответственно, пытаясь как-то жить, именно жить, и здесь, под словом жить, понимается эмоциональное состояние, пытаясь чувственно жить в прошлом, вы тянете себя назад. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше.